Добрый вечер! Вы смотрите программу «Тема в деталях». В студии работает Олеся и Кусик. Сегодня в центре нашего внимания медицинские профосмотры работников. И в гостях у нас могилевец Ольга Николаевна, главный уништатный специалист по пропатологии, доцент кафедры фтизиопульмонологии, учреждения образования Гродненский государственный медицинский университет, кандидат медицинских наук. Здравствуйте! Здравствуйте! Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, о медицинский осмотр работников. Какие цели и задачи преследуются этими мероприятиями и кто непосредственно их инициирует? Медицинские осмотры работников. Основные цели этих медицинских осмотров – это, прежде всего, обеспечение безопасности труда, охрана здоровья работников и предупреждение профессиональных заболеваний. В связи с этим основной задачей является ответ на вопрос нанимателя, сможет ли этот работник работать по данной профессии, в данных условиях труда, выполнять свои функциональные обязанности, не повлечет ли это какого-то вреда для него или для окружающих. Особенность в том, что они происходят по инициативе всегда работодателя, то есть хочет устроиться человек на работу, либо уже работает на медосмотр, отправляет его непосредственно работодатель. Он приходит в поликлинику, где проходит уже обследование. Если человек уже устроился, то тут возникает еще одна цель, еще одна глобальная задача – это оценить, как изменилось состояние здоровья в течение его рабочей деятельности. И то, что возникло, является ли это, опять же, противопоказанием к продолжению его дальнейшего трудового процесса. А вот расскажите, пожалуйста, все ли работники проходят медицинские осмотры и периодичность их раз в год, раз в полгода, опять же, как определяется вот этот термин? На медицинские осмотры отправляются работающие во вредных и опасных условиях труда. Это первое. То есть, относятся ли условия к вредным и опасным, определяется по результатам комплексной гигиенической оценки рабочего места. Если имеется какой-то фактор вредный, он превышает предельно допустимые, то, соответственно, указывается, что имеется такая вредность, и человек автоматически попадает под эту категорию нуждающихся в проведении медосмотров. Кроме того, на медицинские осмотры должны будут прийти те, кто выполняет определенные виды работ. Например, работы на высоте, работы в детских учреждениях, подземные работы. То есть, это все регламентировано. Определено это постановлением Министерства здравоохранения, где указан перечень, кто и когда, сколько будет проходить медосмотр. Например, если человек, условия труда у него определены как вредный класс 3-3 или 3-3, 4, то он будет проходить медосмотр ежегодно. В эту же категорию попадут работники организации здравоохранения, учреждения образования, ну и ряд других. Если у них уже условия труда класс 3-1-3-2, либо работы на высоте, лесозаготовительная работа, в таких случаях придется проходить раз в два года. Срок определяется с момента истечения, с момента предыдущего медосмотра. А вот расскажите, пожалуйста, в принципе, сами медосмотры, они, наверное, есть какая-то классификация, есть определенные виды. Можно ли как-то обозначить и вот рассказать об этом? Ну, в зависимости от цели, срока, вернее, даже проведения медосмотра, выделяют медосмотр предварительный. То есть, когда человек хочет устроиться на работу, и наниматель хочет знать, сможет ли он там работать, тогда это называется предварительным медицинским осмотром. Когда он уже устроился с определенной периодичностью, которая вот у нас в инструкции определена, человек проходит периодический медицинский осмотр. Существует еще один вид медицинских осмотров, он называется внеочередной. Он попадает в категорию, никто ни к другой его отнести нельзя. Период, срок для его проведения еще не пришел, но по каким-то причинам необходимо обследовать этого пациента еще раз. Он может проводиться по инициативе, например, работодателя. То есть, человек часто болеет или изменились условия труда, а срок от предыдущего медосмотра еще не закончился. Тогда работодатель может его отправить на медосмотр. По инициативе организации здравоохранения часто возникает такой вопрос, когда в процессе прохождения медосмотра невозможно было поставить диагноз, нуждаются в дополнительных методах исследования, необходимо выполнить какой-то специальный анализ или еще что-то. И такому человеку назначается другая дата. То есть, мы не ждем результатов, медосмотр закрывается, но ему рекомендуется прийти на внеочередной медосмотр. Может инициировать этот внеочередной медосмотр также сам работник при ухудшении своего состояния здоровья. Он понимает, что в этих условиях труда, видимо, ему тяжело и может обратиться к нанимателю с просьбой отправить его на такой внеочередной медицинский осмотр. Вот расскажите, совсем недавно, 11 октября этого года, утверждена новая инструкция о порядке проведения медицинских осмотров. Какие нововведения, что такого нового, и кардинально ли изменилась эта инструкция непосредственно для прохождения медосмотра? Да, мы с 11 числа уже работаем по новому документу. Это постановление Министерства здравоохранения номер 74 о проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих. Из таких новых и интересных моментов, которые в них появились, теперь могут учитываться данные осмотров, если человек обследовался, проходил какие-то, посещал узких специалистов в течение 6 месяцев перед медосмотров. Эти данные могут быть учтены, и не придется проходить по новой данного специалиста. Но если вся информация в этом осмотре будет достаточной. Например, человек пришел к окулисту подбирать очки, был месяц назад у этого специалиста. Если записи, то есть все то, что требуется по инструкции, там выполнено, то к окулисту можно будет не идти. Из нововведений еще изменился перечень противопоказаний. В частности, поменялось немножко подход, другой стал. Раньше был большой список общих противопоказаний с заболеваниями, с которыми человек вообще не мог работать во вредных условиях труда. То есть как только класс условий труда 3 и выше, то есть условия признаны вредными, с этими заболеваниями человек там работать не мог. Сейчас этот перечень сохранился всего лишь до 6 пунктов. Это такие логичные и понятные вещи. Беременность, лактация, туберкулез, нарколепсия, каталепсия, ну и тяжелая сердечно-судистая дыхательная недостаточность. Однако при этом, ну можно сказать, расширился, уточнился список дополнительных противопоказаний для каждой конкретной вредности. Уточнены сроки по прохождению для каждого конкретного заболевания, наблюдений и так далее. Вот известно, опять же, по инструкции, что сократился список противопоказаний. Каких заболеваний это коснулось? Ну, я хочу тоже подчеркнуть, что список противопоказаний не сократился, он несколько трансформировался. Стало учитываться не только само наличие какой-то патологии, но и степенью выраженности, подверженности контролю. Из таких, на что часто обращали внимание, это артериальная гипертензия. Часто встречающиеся патологии, артериальная гипертензия второй степени и выше. По старому постановлению это было противопоказанием по многим профессиональным вредностям. Это шум, повышенная температура, работа на высоте. То есть все эти люди не могли там работать. Сейчас появилась новая формулировка, что артериальная гипертензия рефрактерная к лечению. То есть если человек получает лечение, артериальная гипертензия цифры контролируется, в таком случае его можно будет допустить к выполнению этих видов работ. Изменилось то, что была проблема большая на высоте, и там уже снизили чуть-чуть планку, и там уже противопоказанием является артериальная гипертензия 3. Изменилось противопоказание по сахарному диабету. Он тоже входил раньше в общие противопоказания. Если у человека имелся сахарный диабет со сложнениями, то трудоустроиться и работать он мог только в классе условий труда 2, то есть без профессиональных, без контакта с различными вредностями. В настоящий момент из осложнений уточнено, что только сахарный диабет с расстройствами сознания. То есть если человек переносил кому, тяжелое расстройство сознания, только в таких случаях это будет являться противопоказанием. Учтена возможность коррекции зрения. В тех же работах на высоте раньше было просто прописано меньше чем 0,5-0,2 человек был негоден. При этом вполне человек мог носить очки и хорошо видеть. Однако для работ на высоте это было неправильно. Очки могут упасть и так далее. Теперь учтена возможность коррекции контактными линзами. Если нет противопоказаний контактными линзами и до определенных цифр эта коррекция не происходит, то такой человек может выполнять работу. Изменились немножко вопросы по снижению слуха. Раньше критерием была только шепотная речь, менее 3 метров, опять же являлась противопоказанием. Теперь учитывается не только такой метод исследования, потому что он тоже больше скрининговый, несколько носит субъективный характер. Внесены данные именно по тональной пороговой одзиометрии, то есть метод исследования состояния слуха. И при конкретных цифрах уже будут выноситься противопоказания. По судорожным состояниям тоже больной вопрос. Больше был, конечно, для врачей, чем и для пациентов тоже. Был у человека однократный обморок, зарегистрирован он в медицинской документации. Все, в ряде случаев он уже был негоден. Теперь уточнены сроки наблюдения за такими пациентами. Если все хорошо, человек отстроился, не имеется никаких противопоказаний, не имеется никаких неврологических симптомов, не имеется изменений на электроэнцефалограмме, то по истечению периода наблюдения, в каждом конкретном случае он определен свой, но его уже могут допустить к выполнению вот этих видов работ. Поэтому стало, наверное, чуть проще, легче работать врачам, и работникам тоже будет проще устроиться или продолжить работу по своей специальности. Вот еще интересно, что для оптимизации, будем так говорить, и медработников, и, наверное, чтобы быстрее пройти медкомиссию для самого работника, сейчас большая часть, будем так говорить, возложена на врачей общей практики. Касается ли это вот непосредственно нас, кто будет проходить медкомиссию о том, что мы можем обратиться только к врачу общей практики и получить вот это вот медицинское заключение о том, что мы прошли медицинскую комиссию, либо все-таки нужно будет обратиться к общим специалистам? В каждом конкретном случае состав комиссии, проводящий медосмотр, утверждается главным врачом учреждения здравоохранения. Врач общей практики может включаться в состав комиссии и выполнять там различные функции, которые будут на него возложены в данном случае руководством данного учреждения. То есть если в поликлинике нет окулиста, его как бы или нагрузка на него слишком большая, чтобы дополнительно он проводил медосмотры, то приказом учреждения может быть эту функцию выполнять и врач общей практики. Но в каждом конкретном случае это будет решено уже организацией здравоохранения. Просто прийти к врачу общей практики и получить заключение по всем специалистам, это в данном случае не пройдет такой вариант. Есть перечень видов работ, где просто оставили в качестве, сократили количество специалистов и оставили одного врача общей практики. Там, да, там можно будет подойти и получить заключение. Вот еще часто такая вот встречается, наверное, в практике, когда человек прописан по одному адресу, а желает пройти медицинский профосмотр в другой поликлинике другого района. Вообще возможно ли это сделать? Он должен сразу прийти на медицинский осмотр, либо все-таки ему нужно обратиться к своему участковому терапевту, чтобы принести хотя бы минимальный объем знаний со своей личной карточкой к другому специалисту в другой поликлинике? При прохождении медицинского осмотра не по месту регистрации, по месту проживания. Бывает, что люди обслуживаются в одной поликлинике, а медосмотр в другой проходит. Часто встречающиеся вещи. В таких случаях тоже определено инструкция, что необходимо предоставить выписку из амбулаторной карты, если человек приходит в предварительный медосмотр за период не менее чем 5 лет, предшествующих этому медосмотру. То есть тут должны быть внесены заболевания, которыми человек переболел, какие-то дополнительные инструментальные методы исследования, данные, если он где-то лежал в больнице за этот период времени. Если человек проходит периодический медосмотр, то в таком случае запрашиваются данные за предыдущий период от прошлого медосмотра, и они, как правило, предоставляются уже централизованно. То есть когда человек приходит в поликлинику, его выписка из амбулаторной карты уже лежит у врача, который проводил медосмотр. Огромное спасибо вам, Ольга Николаевна, за интересную информативную беседу. Напомним, сегодня мы говорили о медицинских профосмотрах. Смотрите о нас на канале «Беларусь-4», а также на сайте «товогродно.бай». Увидимся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин